Всем привет! Сегодня я хочу приготовить вот такие вот Угадайте, что это? Это не чебуреки, это вареники Шикарные вкусные вареники с домашним творогом и зеленью Из пельменного теста, которое у меня просто осталось От приготовления пельменей И несколько дней лежало в холодильнике И его нужно было использовать Поэтому, если у вас остается тесто Ни в коем случае не выкидывайте его Положили в пакетик Убрали в холодильник При надобности достали и что-то быстренькое приготовили Это очень вкусно и легко Если у вас есть желание Вы можете просто замесить это тесто И сделать то же самое, но со свежего теста Давайте я вам сейчас покажу, какие они получаются в разрезе Вот так возьмем один Они еще горячие И попробуем его разорвать Ой, смотрите, сыр, зелень Ай, горячо Очень вкусно Пахнет Вы видите, красота Бесподобно пахнет Укроп и петрушка с творогом Это очень вкусно Очень-очень Вот такой вот получается Шикарный Смотрите, какая прелесть Так что, если интересно Как я буду делать эти вареники Оставайтесь со мной Смотрите видео до конца И нам понадобится Пару дней назад мы делали пельмени Тесто осталось У меня остался вот кусочек Вот такой вот Здесь у меня получилось примерно 750 грамм осталось Для начинки я возьму 450 грамм творога домашнего Очень мягкого Такого прям Сырный Одно яйцо куриное Пучок зелени петрушка-укроп Можно любую по желанию брать Какая вам нравится И посолю Больше никаких специй я сюда добавлять не буду И сейчас нам нужно порезать зелень Так, зелень я порезала Отправляю ее в салатницу По вкусу солю У нас любят солено, чтобы было Ну вот я где-то вот так вот посолю Чуть-чуть сейчас размешаю, чтобы было поудобнее Вбиваю сюда яйцо И прям разминаю Чтобы это все превратилось В хорошо размешанную Массу Массу мы хорошо перемешали Попробовали на вкус Все очень вкусно Все очень нравится Солененькая Творожистая С большим количеством зелени Просто вообще сказочная Ее можно просто так взять и скушать Больше ничего не надо Но мы на этом не остановимся Мы будем делать дальше И мы Отставляем начинку Берем тесто Так, сейчас я Вы видите, насколько оно комфортное Оно полежало Оно такое вот Очень мягкое, гладкое И практически вообще не липнет К столу точно не прилипает Сейчас я сделаю колбаску Толстенькую такую И режу на какие-то сочни Такие, не маленькие Ну, в принципе Хотите маленькие Делайте маленькие Так, немножко я все-таки Муку сейчас вот здесь Подпылю Чтобы их сейчас положить Чтобы они Не мешали И не сильно прилипали к столу Вот так вот В случае надобности Конечно же Припыляйте мукой Но сильно не забивайте Чтобы потом мука Не горела на сковороде Вот так Просто накрываем Для того, чтобы Оно не заветривалось А вот этот кусочек Мы будем раскатывать Чуть-чуть Совсем чуть-чуть Припылило И раскатываем В тонкий-тонкий пласт Вот такой вот пласт У нас получается Очень тоненький Тоньше, чем на пельмени Либо на вареники Вот так вот Все Ложим начинки Вот я зажу Вот такую вот Хорошую ложку Вообще Много начинки Не ложите Потому что Если будет очень много Будет не очень вкусно Лучше, когда ее В меру Все-таки Вот так вот Я думаю Хватит И теперь Собираем ее Как обычный Вареник Развернули Как удобненько И поехали Совмещаем Краюшки Вот такие Вот такие у нас Получаются Вареники Вот так вот Соединили Теперь для верности Все-таки Мы пройдемся Вилкой Вот такой вот Получается у нас Вареник И кладем его На какую-либо Противень Либо доску Припыленную мукой Как мы делаем Обычные вареники Чтобы он ждал Остальных Берем следующий И продолжаем Таким образом Пока мы не соберем Все наши Супер вареники Гиганты А потом будем Уже их жарить Ну смотрите Я налепила Все свои Вареники Вот такие вот Для потушки Пять штук Я оставила А остальные Четыре По-моему Штучки Убрала В морозилку Ну просто Мы сейчас Все не скушаем Зачем я их буду Все жарить Они в морозилке Прекрасно полежат И в нужный момент Я их просто Достану И сжарю А сейчас будем Жарить Эти пять Я поставила Сковородку Сковородка На ней греется Масло Растительное Много не нужно Не фритюр Ну в принципе Можно Если хотите Сделать Типа во фритюре Но особой Надобности В этом нет Просто Налили Какое-то Количество масла Чтобы покрыло Дно И разогреваем Хорошо Разогреваем Ну что Поехали Масло мы Разогрели Берем Заготовочку По возможности Если у вас Много муки Немножко Убираем муку И жарим Как чебуреки Убираем муку Заготовочку Выкладываем На какое-то блюдо С проложенной Салфеткой Чтобы лишний жир Впитывался Ну и таким образом Жарим до конца Шикарные Громадные Вареники Жареные У нас Получились Они Очень ароматные Тесто Пузырчатое Хотя это тесто Не для Чебуреков Это обычное Пельменное Тесто Но они Посмотрите Какие красивые И несомненно Они очень вкусные Если вам Понравился Мой рецепт Жареных Вареников Ставьте мне лайки Подписывайтесь На мой канал Мне будет очень приятно Всем спасибо Всем пока Пробуйте Приготовить Так же Это Несомненно Очень вкусно И хорошего вам Настроения До свидания